2 марта в парке науки и искусства Сириус стартовал новый концертный сезон 2021 года, который станет пятым юбилейным. Он открылся выступлением солиста Санкт-Петербургского дома музыки Липа Паяна и Сочинского симфонического оркестра, который в сентябре прошлого года возглавил Алексей Асланов. И сегодня он гость нашей студии. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о первом концерте в сезоне 2021 года. Был ли у вас уже опыт выступления с Ильей Папаяном и какие произведения прозвучали на этом концерте? Для нас это дебютный концерт и мое первое выступление с оркестром в Сочи и дебютный концерт в Сириусе. И очень приятно, что мы его открыли таким образом. Замечательный солист Илья Папаян сыграл с нами 23-й концерт Моцарта. И также мы оркестром исполнили итальянскую симфонию Мендельсона. Это очень красочные произведения. И потрясающая музыка. И очень радостно, что мы смогли начать наше выступление. И, конечно, ожидаем, что график наших выступлений и частота появления на сцене в Сириусе и, естественно, в Сочи будет только становиться все чаще и чаще. И мы все больше хотим радовать публику и сочинцев. Что касаемо графика, запланировано ли еще выступление сочинского симфонического оркестра в пятом концертном сезоне Сириуса? Да, у нас в этом году очень большая программа. И в Сириусе мы представим 24 концерта. Это за год? Да, в этом году мы представим 24 концерта. Помимо наших концертов в Сочи, в Зимнем театре, в Органном зале. И, естественно, что у нас ожидается очень интересная и насыщенная программа. И с каждым месяцем, я думаю, что будет повышаться только уровень программы, будет повышаться насыщенность. И мы планируем достаточно много выступлений, в том числе не только симфонических. Мы планируем и оперные показы, мы планируем и оперету, и очень много разных солистов. И в том числе мы продолжим выступление и сотрудничество с солистами дома музыки Санкт-Петербурга. И также у нас ожидается еще несколько концертов с молодыми дарованиями. Алексей, давайте немножко поговорим о вас. Почему так вышло, что ваша жизнь связана с музыкой? Когда вы поняли, что это любовь на всю жизнь? Думаю, что как и любого музыканта, с самого детства жизнь связана с музыкой. И я уже тоже в детстве был достаточно музыкальным ребенком. И, конечно, родители это заметили. И заметили не только родители. И так сложилось, что моя жизнь начала быть все музыкальнее и музыкальнее. И в конечном итоге я поступил в хоровое училище имени Михаила Ивановича Глинки. И, конечно, это уникальное учебное заведение. И даже интересно, что туда нужно пройти конкурс. А вы как-то его прошли? В каком формате проходил конкурс? Да, то есть интересно, что чтобы поступить в первый класс и, в принципе, начать обучение, нужно пройти прослушивание. И каждый год проводится в Петербурге прослушивание, которое проходят и дети готовятся к этому прослушиванию. Идет отбор детей. Это уже достаточно историческая традиция. А с какого возраста это происходит? Ну, это происходит с возраста первого класса. То есть 6-7 лет. И с первого класса это учебное заведение, которое профессионально занимается подготовкой музыкантов. В которые в дальнейшем идут в консерватории. И, в принципе, уже могут проявлять себя в разных-разных музыкальных сферах. Но, конечно же, первоначально там готовят хоровых дирижеров и пианистов. Очень сильная подготовка. То есть это своего рода школа получается? Там также есть 11 классов. С первого по 11 обучаешься? Да. Это получается, что обычная школа вместе с музыкальными предметами. Но самое главное, что музыкальные предметы имеют главенствующую роль. И получается, что обычная школа уже прикреплена к музыкальному обучению. Это как есть школа с математическим уклоном, а тут также школа с музыкальным уклоном. Я думаю, что тут скорее музыкальная школа с уклоном в обычную школу. А как дальше? Куда вы уже после этой школы попали? После хорового училища, как и многие, я поступил в консерваторию. Поступил сначала на дирижерское хоровое отделение. Конечно, был выбор, и, как и многие, могут продолжать. И я продолжил как дирижер, и через год обучения в консерватории я поступил еще раз на дирижерское отделение, уже на оперно-симфоническое дирижирование, и параллельно продолжил обучаться. И так и было все года. То есть я не уходил с первого факультета и закончил два отделения в консерватории. А сколько в общей сложности лет учиться в консерватории? В консерватории учится 5 лет, это специалитет. И это еще старый формат обучения, который до сих пор остается в консерватории, который достаточно уже тоже традиционен. А успели ли вы где-то еще поработать, помимо Сочинского симфонического оркестра? Сейчас я работаю и работал в Мариинском театре. Сейчас я являюсь ассистентом-стажером Мариинского театра и также продолжаю эту работу. В 2018 году я стал ассистентом-стажером. А в каком году вы закончили консерваторию? В 2018 году я закончил консерваторию. И сразу после консерватории я прошел просмотр у Валерия Писаловича Гергиева. И впоследствии был принят на службу Мариинский театр как ассистент-стажер. И продолжаю эту работу. У меня есть выступления в театре, спектакли. То есть вы на два города сейчас работаете? На Сочи и... Часто бываю в Петербурге, но, конечно, сейчас основное место жительства это Сочи, потому что здесь очень много работы, очень много у нас запланированных мероприятий. Почему вы решили пронять приглашение приехать в Сочи? Как это произошло? Вам кто-то позвонил, написал? Можете об этом рассказать? Да, мне позвонили, предложили приехать побеседовать. И, конечно, это предложение достаточно интересное и в какой-то степени неожиданное. И, естественно, посоветовавшись с Валерием Писаловичем, и он поддержал эту идею и сказал, что это очень нужный и полезный опыт. С какими трудностями вам пришлось столкнуться уже за эти полгода? Или как-то все гладко, более-менее проходило без... Или такого не бывает? Я думаю, что главная трудность, с которой столкнулись мы, как и многие коллективы в нашей стране, это пандемия. И то, что в Сочи и в Краснодарском крае достаточно долго были запрещены любые концертные мероприятия, конечно, это сильно влияет на наш оркестр. И практически год оркестр не имел концертов и постоянных выступлений. И, конечно, это тяжелая ситуация, и музыканты теряют профессию. И даже помимо финансовых трудностей, которые, безусловно, были, главное, что артисты не могут выходить на сцену и делать свою работу. Это самая главная проблема, которая сейчас актуальна во всем мире. И мы знаем, что достаточно многие коллективы до сих пор не могут выступать. Во многих странах закрыты вообще. Даже нет возможности репетировать. Благо, что у нас была возможность репетировать. То есть все с сентября, получается, что у нас сейчас февраль, а по март вы все это время репетировали? Да, это время мы репетировали. Естественно, мы готовились к новым программам. Мы делали какие-то небольшие записи. И мы, конечно, ждали с каждым днем, когда откроются выступления. И очень радостно, что наконец-то мы можем открывать концертный сезон. И у нас уже был один концерт в феврале, когда только разрешили выступать. И сейчас мы готовимся. И, конечно, с марта месяца у нас пойдет достаточно насыщенный график, где у нас будет не один, не два концерта, а три и больше. И, конечно, мы будем радовать жителей города и гостей города все чаще и чаще. Ну и, конечно, для этого мы делаем сейчас достаточно большую работу. И время пандемии и время вот этой небольшой паузы позволило сейчас понять и разобраться и продолжать искать решения с административными вопросами. Конечно, пандемия оголила какие-то проблемы. Конечно, финансовая сторона тоже стала гораздо сложнее. Но совместно с администрацией города и при поддержке главы города мы сейчас ищем решения. И я думаю, что совсем скоро оркестр будет радовать все больше и больше. И, конечно, главная задача, что мы должны стать действительно уже неотъемлемой частью культурной жизни города и визитной карточкой для Сочи. Вы сказали, что уже прошел концерт в феврале. А как он прошел? Какова вообще сочинская аудитория, публика? Как вам сочинцы? Вы знаете, я только начинаю знакомиться с публикой в Сочи. И на этот вопрос я смогу ответить немного позже. Но уже ясно, что эта публика заинтересованная, что очень много сочинцев, которые ждут наших концертов, которые постоянно узнают. И на протяжении нескольких месяцев постоянно я получал и письма, и разные пожелания, что когда же мы откроемся, когда нас можно будет услышать. И это очень радостно и приятно, что жители города и гости города ждут наших выступлений и следят за нами. И мы будем верить и надеяться, что дальше только больше и больше охват будет и заинтересованность нашими выступлениями. И мы будем делать все для того, чтобы заинтересовать всех и каждого. Вы сказали, что пандемия очень сильно пошатнула творческую индустрию, вообще культурную индустрию города Сочи. Сейчас состав Сочинского симфонического оркестра полон или все же не хватает музыкантов? Конечно, мы столкнулись с проблемами состава, и за время пандемии от нас уехали несколько музыкантов. Надо понимать, что оркестр в Сочи состоит не только из горожан и не только из сочинцев. У нас оркестр состоит еще из приглашенных музыкантов из других городов. И, конечно, это практика повсеместная, что оркестр достаточно мультикультурный даже может быть. И разные жители разных городов и артисты из разных городов работают у нас в коллективе. И за время пандемии мы расстались с некоторыми артистами, к сожалению. И, конечно, мы планируем сейчас новый набор. И в скором времени мы объявим конкурс, и любой сможет поучаствовать. На данный момент в оркестре у нас могло быть не более 50-55 музыкантов. И сейчас мы планируем, что только музыкантов в нашем оркестре будет уже не менее 68. Да, и будем уже расширяться, и будет более полноценный состав. И, конечно, к этому мы приурочим конкурс, и будем делать все, чтобы оркестр становился все более масштабным. И, конечно, наша задача, и меня как руководителя, чтобы наш оркестр стал не просто визитной карточкой для города Сочи, но и значимой фигурой в стране. Алексей, когда состоится ближайший концерт, что войдет в программу, и кому он будет интересен? Концерты ближайшие у нас состоятся в марте уже. 5 марта мы выступим в органном зале. 10 марта мы снова выступаем в Сириусе. 19 марта мы выступаем в Сириусе. И 26 марта мы выступаем в органном зале. Эти концерты будут очень интересными. Один из концертов у нас состоится при участии выпускников образовательной программы Сириуса. Один из концертов мы представим достаточно такой концерт сюрприз. И мы исполним достаточно крупное симфоническое произведение. И также мы в дальнейшем тоже планируем радовать и нашей новой программой. И готовим сейчас с оркестром достаточно много интересных произведений. И также у нас будет достаточно много хороших солистов. Конечно, публика, которую мы ждем на концертов, не имеет границ. Это не определенная возрастная группа. Мы ждем на концертах всех, в том числе молодую аудиторию. И будем работать над тем, чтобы все больше заинтересованности и больше людей, в том числе и молодых, начинало посещать концерты классической музыки. И, конечно, сделать классику более популярной и близкой для разных людей. Это одна из наших задач. Но сделать это не просто близко, но сделать это таким образом, чтобы люди интересовались и хотели дальше углубляться в академическую музыку. Алексей, спасибо вам за столь исчерпывающий интервью. Я вам хочу пожелать, чтобы все ваши концерты прошли на высочайшем уровне. Чтобы все ваши перспективы и мечты и пожелания на новой должности сбывались. А я напомню, у нас в студии программ подробно был художественный руководитель Сочинского симфонического оркестра Алексей Асланов.